В профессиональных химчистках все пятна подразделяют на несколько категорий, среди которых есть неустранимые. Это пятна от силикатного клея, монтажной пены, смолы. Поэтому при использовании этих веществ обязательно надевайте защитную рабочую одежду. Бывает, что частично плохо удаляются пятна плесени, если изделие было очень долго во влажной среде и плесень проникла глубоко в состав ткани. Масляная краска точно так же плохо удаляется, если большой объем и краска застарелая. Неустранимыми считаются также пятна от косметических средств. Красок для бровей, ресниц, волос, парфюмерии. В этих веществах, как правило, есть натуральный краситель, который при попадании на ткань глубоко въедается в ее состав, чем и затрудняет процесс выведения. А вот с пятнами от зелени или липких тополиных почек бороться можно. Эти пятна удаляются. Если клиент сам не пытался чем-либо их выводить, то в химчистке они удаляются. К трудным пятнам относят и ржавчину. Согласитесь, печально, когда, подойдя к раковине, вы включаете кран, а оттуда под напором вырывается фонтан ржавых брызг. И все, белые изделия практически навсегда утратили свой сияющий вид. Пятна ржавчины, к сожалению, тоже очень плохо удаляются, потому что все-таки это очень сильный реагент, который в ткань попадает. В зависимости пятна можно попробовать любое пятно, попытаться удалить, но тем не менее все будет зависеть на какой это ткани пятно. Потому что не каждое пятно выдерживает тот реагент, те химикаты, с которыми мы работаем. Потому что происходит, естественно, срыв красителя, сход цвета ткани. Вторая категория пятен сложно выводимая. Это пятна белкового происхождения. Майонез, мороженое, кровь. Такие пятна не нужно ни застирывать, ни пытаться соскрести. Срочно в химчистку. Если такие пятна оставить надолго, они начнут саморазрушаться. А как только вы начнете их выводить, химикаты не только разрушат белок, но и разъедят само изделие. Получится дырка.